Пам-пам-пам. Боже, вы гениальный. Ему многое дается от Бога. Он же Бог, он там в конце концов, там это все нормально, поэтому... Похвалите меня, похвалите быстрее, сейчас умру. Замечательный певец. Мне странно голос ваш звучал. Очень эмоциональное было прочтение у вас. Ну это великая вещь. В жизни вы благодарны Богу. Да, то есть для меня это потрясение. Специально Иуда его предал, он хотел. Это что за мазохизм? Я ему говорю, господи, пойдем. Ну это уникальное, уникальное явление Иисус Христос. Говорят, чем талантливее человек, тем более смиренным он должен быть. Ему многое дается от Бога, с него и спрос больше. Рядом со мной замечательный певец, актер театра и кино, заслуженный артист России Евгений Дятлов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вам признаться, что для меня, правда, большая радость познакомиться с вами лично. И, кстати, это не ради рейтингов, о которых мы с вами разговаривали до этого. В вашей беседе с митрополитом Иларионом... Ну это давно было. Да, вы затронули очень хорошую тему таланта и мотивации в искусстве вообще, да? У вас, я так полагаю, ведь тоже, как у любого нормального артиста, мотивация эта менялась с годами. Да, конечно. Потому что, когда я начал петь, я просто хотел нравиться девочкам. А чем брать, я не знал. И вдруг вот это пение, ну серьезно, вот прям это я помню, но это в 13 лет. А когда настал щелчок? Когда вдруг... Когда настал переход, да? Да. Ну когда на самом деле вдруг, когда ты начинаешь вообще осваивать это, потому что не все сразу получалось, вообще ничего не получается. Одно дело ты открыл рот и закричал, да? Эта песня... А потом вдруг ты решил это превратить в какую-то мелодику и так далее, то ты тут же попадаешь в зону закона. То есть ты становишься, вплетаешься в какой-то поток, вот, и этот поток просто и называется жизнь. То есть вот здесь она происходит. Она может не происходить там, где ты вдруг лег и, ну, перестал двигаться. Все, жизнь начинает затухать. Вот, а где она активная, где она пульсирует, где она наполнена, где она насыщенная, там законы. И их надо для себя открывать. Как только ты начинаешь открывать, то девочки становятся только частным моментом. Ты с удивлением и благоговением начинаешь смотреть на жизнь, которая состоит из таких мощных универсальных законов творчества, там, искусства, построения, там, гармонии. Вивальди, да, там, второй концерт. Ты начинаешь вот эти... И все. И ты взлетаешь. Это тебе человек когда-то, несколько веков назад записывает подарок, который ты через себя начинаешь открывать. И с тобой происходит такая метаморфоза. Это удивительные же штуки. И вот с этого примерно периода, с седьмого класса, вот этот весь мой пубертат, он стал в себя вбирать весь этот мир. Евгения, скажите честно, какой была, наверное, самая весомая оценка вашего творчества, да, либо действительно самый ценный комплимент вашему делу? Ну, не знаю. На самом деле это не является комплиментом. Знаете, для меня оценка, когда тебя приглашают в работу. Для меня оценка, когда к тебе приходят на концерт. Нету какой-то одной точки, которая, типа, является путеводной звездой, и там дальше хоть трава не расти, но мне этот человек когда-то сказал, боже, вы гениальны. Вот, нет, нет, такого нет. А, возможно, этот человек взял и сказал, вы изменили мою жизнь. Такое тоже есть, да. То есть есть, и для меня это тоже очень важно. Я помню, когда одна женщина подошла ко мне и сказала, у меня три месяца назад погиб сын. Вот. Спасибо вам на вашем концерте, я жила. Ну, такой частный случай очень важный, конечно. От кого вы всегда примете совет? Совет от мамы, от жены, от товарища, которого я прямо люблю. Вот мой друг, которого... Андрей Мерзликин? И от Андрея Мерзликина. Есть у меня Максим Литовченко. Вот. Есть еще ребята, там, из разных сфер, вот, которые по своим сферам, если вдруг мне дадут совет, я к ним прислушаюсь с большим удовольствием. Они, как правило, они не критикуют. У них в Совете любовь. Вы, как любой большой артист, выступали на множестве концертных площадок, как вот больших концертных залов, светских мероприятий. Публика и сцена имеют значение? И как найти тебя на шумном нашем шаре, на земном... Да, да, имеют. И это удивительный такой момент. Причем это не имеет отношения к какому-то, там, скажем, артисту. Вообще, если человека поставить на лобное место перед людьми, с ним начинает происходить метаморфоза. Но это вы легко можете обнаружить, если вас завтра возьмем, пригласим на дворцовую площадь. И скажите что-нибудь людям. Вот. Вы почувствуете, как у вас пересыхает язык во рту, как что-то... Ну, расширяются глаза, начинается тремор, зажимается шея. И вы, и вы уже, как же я такая мягкая, контактная, я отзывчивая. И вдруг все это заканчивается. Вот. То есть, это естественный, объективный процесс. Вот. То бишь, это заложено в нас еще, видимо, нашими, ну, нашими там предками. Это... Вот это выход одного против большого. То есть, у тебя начинаются очень такие странные физические процессы, с которыми надо как-то их надо как-то урегулировать, с ними надо справляться. То есть, надо провести с собой еще какую-то работу. Вот. Все равно эта энергия куда-то... Нету такого, который... Не знаю, может, Басков, конечно, будет. Но, который... Здравствуйте, мои дорогие! И типа, я вообще купаюсь в этом всем. Вот. Я не верю в это. Иногда, кстати, удивительный эффект. На большую площадку иногда возникает эффект такого эйфории. Какое-то пьянящее чувство, и ты там летишь. И иногда ты выходишь перед десятью человеками, и вдруг ты начинаешь каждого видеть как своего родственника. Причем такого критичного. Такого, ну, ну, чего ты? Вот. Ты очень конкретно понимаешь, что видит. Точнее, не понимаешь, а вдруг с тобой начинается эта игра. Ты видишь лицо одного человека, другого, третьего. В зависимости от того, как он смотрит. Он может смотреть, просто у него уже выработалась такая маска, да, такая. И ты думаешь, так он же меня просто... Он же меня ест просто без соли и перца. Ну, что это такое? Вот. А он сидит такой, и перед ним тебе петь. И вот он сидит. Раз, два, три. Их десять человек сидит. Один сидит такой, и ты понимаешь, что в него вообще не влетает. Он пришел для чего-то другого. Наверное, он там, типа, у артиста вижу. Вот. И все. До него не доходит там слова, типа... Когда предчувствием разлуки, мне странно голос ваш звучал. Когда смеясь, я ваши руки в своих руках отогревал. То есть я начинаю рассказывать историю, человек сидит... И ты понимаешь, что в него не вылетает. Что для тебя тоже плохо. Ты же хочешь обратные связи, ты хочешь контакт. Значит, один сидит вот так. Другой сидит вот так. И все, их десять человек. И каждая характеристика тебя. Что ты не справляешься. У тебя не получилось здесь, не получилось здесь, не получилось здесь. Это абсолютно субъективно. Потому что в конце они говорят... И вот этот, который сидел такой, он говорит, молодец. Молодец. Это очень хорошо. Очень. Большинство артистов сегодня это не может не радовать, на самом деле. Занимаются не только личным творчеством, да? Но и всю душу вкладывают в то, чтобы каким-то образом, хотя бы немного, но помочь людям, которые в этом нуждаются. Да я не знаю. Но можешь, помогай. Ну, то есть, хочешь, помогай. Я ничего другого тут не могу сказать. У тебя отзывается, делай. Не отзывается, не делай. Не делай, когда не отзывается. А еще, просто, конечно, надо отгонять эту мысль еще, потому что она ужасно мешает. Что мы смс-ками собираем, там, или своим каким-то концертом, вот там, помочь ребенку. И параллельная информация, когда, ну, сильные мира сего просто за 150 миллионов долларов делает себе очередное свое, там, какое-то, это домашнее гнездышко, там, ну, е-мое. Ну, ребята, ну, это вообще никуда. Вот. Это сильно на тебя действует. Надо это отключать, выбрасывать. Потому что, ну, жизнь у нас одна, она очень короткая, 70 лет. И у него 70 лет, у которого, там, 150 миллионов на очередную его дачу, да, делает, что, что должно, будет, что будет, да. Вот. Если получается делать, что-то я не могу, во что-то я не могу вписаться. Вот, понимаю, что сейчас, ну, сейчас точно не могу, реально. Вот. Сейчас, хотя, хотя, хотя это все тоже такая, как бы, ну, скажем, ну, такое кокетство. Потому что, ну, если ты такой альтруист вообще, вот, жесточайший, ну, ты будешь жить, вот, в маленьком домике, вот, и все остальное просто тратить на благотворительность. Есть и такие. Ну, вот, я не могу собой так похвастаться. А надо ли афишировать свое имя, делать, делая доброе дело, или, возможно, как заповедовал Христос, надо милостыню делать в тайне? Вот бабушка моя, она маму, мама была девочкой, да, вот у них там в деревне была, ну, скажем, такая, как сейчас говорят, неудачница. Вот, и хатка покосилась, и мужчины как-то не задерживались, и это, чай с тараканами, вот, висели это, то есть, единственное, да, и бабушка маму заряжала, делала этот, как вот, кутули, вот, туда еды, все-все-все-все-все. Вот, ну, это жили в деревне, и она утром, пока еще там ни свет, ни заря, она бежала, чтобы ее никто не... Энгель, смотри, чтоб тебя никто не видел. Вот, убегал этот, оставлял этот кутулек и убегал, вот. Это вот был принцип, и он, скорее всего, да, вот такой евангелический. Вы, опять же, это было давно, но это не прошло мимо нас, вы участвовали в программе чтения Евангелия вслух? Да, да, было такое. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие. Очень эмоциональное было прочтение, у вас досталась 26-я глава Евангелия от Матфея, да? Да, да, да. И вот что хотелось у вас спросить, у человека, который, ну, публично к этому, да, прикоснулся, что чувствуешь, когда читаешь, когда смотришь на эти события книги, книг, да? Я там все про предательство. Да, да. Какие мысли посетили? Только одни, что на самом деле, смотрите, я лишний раз, потому что я несколько раз, ну, периодически там возвращался к прочтению. Думаешь, вообще в этом есть такая, такая все-таки какая-то высшее, высшее душевное знание, которое вот дано в виде вот этого написания, то есть Евангелия, да? Что ведь там Христос, если мы то, что читаем, то и понимаем, вот, он вполне мог Иуду остановить. Он, я читал потом всякие там объяснения, что типа, ну, он же знал, что он Бог, чего ему бояться, но это неправда, он плакал, ему было страшно, ему было больно, ему было все. Вы начните себя, это, сколько вы это выдержите? Ему не хотелось, ничего такого, что типа, ну, он же Бог, он там в конце концов там это все нормально, поэтому он специально Иуду туда послал, специально Иуда его предал, он хотел. Это что за мазохизм? Это сразу куда-то совсем в другие дебри заводит, ничего подобного. То есть пока он был человек, он был человек, он просто верил в то, что он сын Божий, он сам верил. Ну, если об этом, вот, я это читаю, как читаю, я понимаю, что, ну, это уникальное, уникальное явление, Иисус Христос. Вот, я имею в виду то, что я читаю. Вот, и то, что он знал, чувствовал от Иуды это, что он его предаст, он вполне мог его сказать, вот он у меня предаст, остановите его. Он этого не сделал. Он в результате ничего не сделал, даже для того, что типа, как только он мне предаст, ну, отвалите ему, как положено. Вот, потому что, ну, гад же. Вот. Почему тот предал, кстати, тоже вопрос, что только от того, что он сам по себе, что он гад, или это зависть сумасшедшая. А если это сумасшедшая зависть, почему, почему Христос не вылечил его зависть, почему он ему позволил завидовать, почему он ему не объяснил, что завидовать нехорошо, что там много вопросов возникает. И тогда это какой-то космос, в том смысле, что у каждого человека есть право, свобода. Это страшно, что у каждого есть свобода на то, что он делает. Вот. Но она есть. И он у нее ее не забрал. И уже Иуда сам распорядился дальше этой свободой, пошел и повесился. Ну, это великая вещь. То есть, для меня это потрясение. Проматывая всю свою жизнь, за что больше всего в жизни вы благодарны Богу? Ну, за то, что посылал, наверное, испытания мне по силам. И давал мне возможность, давал мне возможность приходить к осознанию. Вот. Каких-то своих плохих поступков, там, хороших, каких угодно. То есть, мне кажется, что он меня все-таки очень жалеет. Так, типа, ой, господи, да. Ну, давай, ладно, ну, давай попробуем еще чуть-чуть. Вот. Ну, давай, давай. Ой, ну, ладно, тут еще не это. Ну, хорошо. Ну, пусть будет так, ладно. Ну, так вот. Я ему все-таки, господи, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Евгения, спасибо за эту беседу. Я, наверное, не буду желать чего-то оригинального, только здоровья. Вам и вашим близким. В весеннем лесу Пил березовый сок С ненаглядной пивуньей С таку ночевал Что любил не сберег Что имел, потерял, был я смелый, удачливый, но счастья не знал. О! 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 Субтитры подогнал «Симон»